Андрей Ермак, человек верный Николаю Мартыненко и Андрею Портнову, координируют реализацию мошеннических схем в министерствах к местным органам власти, в том числе в Министерстве экономики, Государственной службы недр и Закарпатской областной государственной администрации. Здравствуйте! Я вам скажу, это видео наберет, наверное, 1200-300 просмотров, потому что сегодня я представлю официальные документы уже про Ермака, про свидетельство его работы на Российскую Федерацию, фактически на то, что он агент России, и документы эти происхождения из Великобритании. В очередной раз, не будучи журналистом, сделаю за наших украинских псевдо-журналистов их работу. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, сразу ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан, и колокольчик. Сначала что хочу вам сказать и рассказать. Андрей Ермак, по всей информации, которая поступает, уже фактически является, ну я уже это говорил, как-то миллиардером, потому что ни один более-менее крупный финансовый вопрос, особенно когда он на грани фола, не проходит без Андрея Ермака. Везде есть его доля, везде есть его процент, но что самое важное, без руки этого человека не обходится ни одно маломальски значимое действие в Украине. Новость, которую я сегодня получил, меня буквально шокировала, и я думаю, вас, те, кто умеет и старается хоть немного мыслить, наведет на некие размышления. Андрей Ермак сейчас очень сильно сблизился с командирами батальона Азов. Как это произошло, я вам скажу. Это произошло на почве освобождения бойцов Азова из плена, где заправляет Ермак. Не наводит ли вас, уважаемые зрители, это на мысль, что человек приложил руку к тому, чтобы эти проблемы создать для батальона Азов, потом их героически решить? Ну, решить условно, потому что это не решение проблемы. Таким образом, гнев националистов, можно сказать, радикалов, сглажен, установлены дружеские контакты, все, как делают классические высококлассные агенты. Я, честно вам скажу, от себя говорю, я по-другому это не вижу и воспринимать не могу. То есть, я неприятно шокирован тем, что Ермак и здесь уже получил бонусы, и здесь у него уже весты, и здесь он уже сбросил с себя очень серьезную опасность. Перед тем, как я представлю вам документы, давайте очень коротко, что пишут о Ермаке в Википедии, потому что я сейчас вам покажу, как идет манипуляция и как, в принципе, какой смех вообще происходит. Давайте первое. На должность руководителя Офиса Президента Андрей Ермак пришел 11 месяцев назад. Ну, это просто цитата из статьи журнала «Фокус». СМИ неоднократно подмечали, что он никогда не оставляет Владимира Зеленского одного. Даже от коронавируса политики лечились вместе в Феофании. Поэтому у Ермака сформировался образ всемогущего человека в окружении главы государства. Недаром Зеленский доверил ему разрешение главной политической проблемы власти – войны на Донбассе. Сейчас, секундочку. По его инициативе переформатирован состав украинской делегации в Минских переговорах. Трехстороннюю контактную группу от Украины возглавил Леонид Кравчук. В ее состав также вошли представители Донбасса, проживающие на украинской территории. Ну, как вам, люди, решил, Ермак, проблему, самую главную власти – это война на Донбассе, которую Зеленский обещал решить. По-моему, на инаугурационной речи это было. Нехило так решил. Что мы сейчас имеем? Вот такое вот решение. Давайте будем просто прагматиками смотреть на голые факты. Четко сказано, призван решить эту проблему, поменял контактную группу, состав контактной группы трехсторонней. Война, жертвы, катастрофа, ужас, насилие, невероятные вещи. В современном мире, которые уже, казалось бы, представить было невозможно. Но это только начало. Идем дальше. 11 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем Офиса Президента Украины. В феврале 2020 года в руководстве парламентской фракции «Слуга народа» назвали Ермака сильным переговорщиком. Ермак назвал себя в должности человеком, который должен обеспечить работу Офиса так, чтобы президент мог максимально реализовать задуманное, а работу Офиса описал как работу экспертов в различных областях, которые должны доносить президенту объективную информацию. Ну, я думаю, тот, кто подписчик моего канала, тот знает, я уже тысячу фактов приводил, как президенту доносится информация. Буквально вчерашнее видео про букмекерскую контору «Паримач», посмотрите. То есть, человек призван войну на Донбассе разрулить. В итоге пришла полномасштабная война вместо АТО. Призван объективную информацию доносить. В итоге провал по всем фронтам. Зеленский в теплой ванной совершенно не знает или вот так закрывается, чтобы не видеть, что на самом деле происходит в стране. Такие люди, как я, оказываются политическими эмиграциями. За такими людьми, как я, охота настоящая в Украине ведется во время войны. Это вместо того, чтобы я своей родине был полезен в тех сферах, где я компетентен. Ну, зачем? У нас же есть супер-универсал Андрей Ермак, который везде разбирается, все знает, а самое главное, везде расставил своих людей. И я сейчас не утрирую ничего там. Это действительно так. Вся судебная и юридическая система, все маломальски значимое в Украине, все под Ермаком на сегодняшний день. Зеленский это, повторяю свою тезис, Зеленский это министр иностранных дел с экстра функциями. И на самом деле внутри Украины президент Андрей Ермак на сегодняшний день. Ну и последняя цитата из Википедии. По словам Ермака, в информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускают фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня становится мощнейшим оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человека. Информационная война это одно из проявлений гибридной войны. Я хочу сказать, что одно из главных проявлений и гибридной, и негибридной войны это агентура, которая просто кишит в Украине. Немножко выгоняют, случайно, или там добропорядочные сотрудники СБУ, других спецслужб, или просто случайно, или явно те, кто себя раскрывают. Эта падла ведет себя совсем по-другому. То есть, а я вам хочу сказать, по информации, которую на заборе прочитал здесь в Майами, что сам Андрей Ермак является куратором, владельцем и спонсором колоссальных батаферм и интернет-троллей, фабрик интернет-троллей. И именно так был заблокирован мой, я считаю, тикток-аккаунт, который за три месяца 150 тысяч подписчиков собрал. Именно благодаря таким батафермам. Понимаете? Я вам привел три факта из открытого источника Википедии, три тезиса, которые он говорит о себе или другие люди о нем, и все на 180 градусов. Совершенно не так. Делайте выводы, а теперь мы подходим к самому главному. Сейчас я представляю вашему вниманию отчет, размещенный на веб-сайте правительственного ведомства, которое финансируется парламентом Великобритании и курируется. А это уже не шутки. Это может быть одна из причин, почему Борис Джонсон, когда приезжал в Киев, не пожал руку Андрею Ермаку. Вообще не жал ему руку. Мы это все могли видеть на видео. Давайте я не буду откладывать долгий ящик. Смотрим отчет, который по иронии судьбы, а может быть и не по иронии судьбы, размещен 24 февраля 2022 года, именно в день начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Смотрите, отчет о агентах России в Украине. Идем, давайте без самых деталей, смотрим только самое главное. И вот конкретно список лиц, которые, по мнению этой структуры, работают на Россию в Украине. По сути, являются агентами России в Украине. Виктор Янукович, Захарченко, Арбузов, Клименко, все вы это знаете, Андрей Портнов, Николай Мартыненко, небезызвестный. Кого мы видим? Андрей Ермак и Олег Татаров собственной персоной. Тот самый Андрей Ермак, который является главой офиса президента Зеленского. И тот самый Олег Татаров, который является его правой рукой, фактически курирует всю судебную систему Украины, которого старательно Зеленский прятал от Байдена, когда Байден прилетал в Киев. И тот самый Олег Татаров, который получил звание заслуженного юриста Украины цинично во времена разгона Майдана. Тот человек, который причастен прямым образом к насилию на Майдане. Ну а дальше я представляю вашему вниманию документ. Этот документ я размещу из себя в телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании, в закрепленном комментарии, кто хочет детально изучить все. А сейчас я вам самое главное хочу показать из этого документа. Я не буду вам читать на английском, я вам сразу зачитаю на русском, чтобы вы понимали, о чем здесь идет речь. Коррупция правительства в интересах России. Высокопоставленные лица правительства Украины, причастные к злоупотреблению властью, к коррупции в интересах России. Андрей Ермак, его заместитель Олег Татаров, Алексей Перевезенцев, Дмитрий Кощук, а также Николай Мартыненко. Доказательства 122. Свидетельские показания Дмитрия Зайцева, живущего в Киеве, адвоката, представляющего интересы Великобритании, инвесторов, с которым можно связаться по такому-то телефону. Это сначала, а теперь конкретно характеристика и информация про Андрея Ермака. Андрей Ермак, человек верный Николаю Мартыненко и Андрею Портнову, координирует реализацию мошеннических схем в министерствах к местным органам власти, в том числе в Министерстве экономики, Государственной службы недр и Закарпатской областной государственной администрации. Доказательство номер 2. Решение суда, в котором указано, что обыск, организованный Андреем Ермаком, Олегом Татаровым и Николаем Мартыненко в 2021 году, чтобы оказать давление и преследовать Александра Маштепу, президент Британской Украины и представитель британских инвесторов, был незаконным и незаконно приказано вернуть все конфискованные имущества. Прокуратура под непосредственным руководством Андрея Ермака отказалась возвращать конфиску. Вместо этого, совершенно в нарушении всей судейской этики, законодательство с помощью Николая Мартыненко приказали другому суде Новаку по рассмотрению того же дела, рассмотренного неделю назад другим судьей тех же судов, фактически скрывая от судов тот факт, что изъятие уже было признано незаконным. Дальше там много информации, которая вам ни о чем не скажет. Читаю дальше просто про Ермака. В 2020 году, вследствие продолжающегося конституционного кризиса Украины, Андрей Ермак организовал множество фейковых реформ и является одним из лиц, ответственных за преследование нарушения прав человека судей. Андрей Ермак близкий друг обоих Карлов Контрусов, широко освещаемых в СМИ, и оба они значительные деловые интересы в России имеют. Кроме того, Андрей Ермак был ведущей фигурой с точки зрения выдвижения Юрия Витренко, главой национальной нефтегазовой компании Украины «Нафтогаз», человека, который хорошо известен и возгляды конкретно связаны с Россией. Так и хочется повторить фразу Порошенко, каких тебе еще реформ, блядь, не хватает? Вот прочитать это все, мне просто интересно, куда смотрели все это время наши хоть какие-то остатки порядочных и настоящих людей в спецслужбах, и неужели на этого штемпа не найдется никакой управы? У меня просто нет слов, каких вам больше сказать. Но сегодня вышла еще интересная информация. Информация западной прессы, информация с конкретными фактами. ЦРУ за полгода, я уже устал это рассказывать, за полгода до вторжения полномасштабного России в Украину, предупреждала Зеленскому, карту на стол вот так ему положили, и Ермак там тоже, к сожалению, присутствовал, о том, что Гастомель является одной из опорных точек планируемого вторжения. С этих людей смеялись, Блинкин приезжал, с него смеялись, его открыто троллили, к нему проявили неуважение. В этом же Гастомеле была оставлена Мрия. Оказывается, Мрия готовилась к перемещению в Германию. Там эти аэродромы, место, все уже расчистили. Ее ждали, не хватало одного дня. И они ворвались и развалили эту Мрию, которая считается национальным достоянием. Но это уже отдельная тема, я не считаю Мрию национальным достоянием. Это просто такой полуфейковый проект, в который годами вкачивались государственные деньги, то есть ваши, наши налогоплательщики в Украине, которые были обворованы. Это госпредприятие, которое бесконечно, бездонное дно, куда можно бесконечно вкладывать. В итоге не сделано никакое серийное производство. Одним словом, надо было просто приватизировать, но это уже совсем другая история. Руководитель Антонова, вы знаете по информации из пресси, под следствием, там подозревается в сдаче. Но мне пахнет здесь именно вот этим красавчиком, о котором в очередной раз мое видео. Потому что я считаю для себя лично этого человека врагом номер один. Я считаю Зеленского не то что слабым президентом, очень, мягко говоря, недалеким человеком, который все это допускает, не будучи ни агентом Российской Федерации, ни коррупционером. Ни одного факта, даже где пахла коррупция Зеленского, у меня нет. Но я лично его презираю за то, что он допустил Ирпень, Бучу, Мариуполь, все эти ужасы, все эти города, за то, что люди были в неведении, за то, что он за всю свою каденцию, а я напоминаю, если бы сейчас не было войны, осенью в Украине были бы выборы. Его каденция полностью проваленная. Это худший президент в истории Украины. Одно его достижение, что он по-настоящему показал зубы российской агентуре, но, как оказалось, не всей, судя по всему. Судя по той информации, которую я вам предоставил, судя по всем неофициальным данным, он не увидел самого главного агента, но самое страшное, он расположил его рядом с собой, и этот человек творит такие нереальные вещи. И именно Ермак, вкладывая Зеленскому в уши, теплую ванну создает, и полностью исковерканную информацию. Там и Гетьманцев, припасся, который был 8 лет помощником признанного госдепартаментом агента ФСБ Севковича, и масса-масса других людей. Вам напомнить, как в слугу народа попал кум Медведчука, который сигаретами занимается? А еще об этом будет видео. Но все об этом, кстати, журналисты говорили до войны. Что в лоб, что по лбу. Ну, президент Украины в свою партию взял кума Медведчука. Люди, это где и видно, что происходит вообще. И я вам хочу сказать, самое главное, начните себя уважать и осознайте, что ваша жизнь создана для того, чтобы ее нормально жить, а не постоянно выживать и быть гуще каких-то проблем, каких-то событий. И вам все обещают, да через 5 лет, да через 10 лет, да вот сейчас мы немножко будет хорошо, да сейчас ковид победим будет хорошо, да сейчас революция одна-вторая будет хорошо, да сейчас теперь войну выиграем будет хорошо. Не будет хорошо. Систему нужно менять, а не вот эти вот фамилии. Украина прогнила изнутри. Ее захватили организованная преступная группировка и российская агентура. Все, точка. Это просто уже очевидно для всех, кто более-менее умеет анализировать и не боится смотреть в глаза фактом. Что с этим делать? Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, не пропустите ни одно видео. Нам нужно организовывать в цифровом формате революцию. Никаких улиц, никаких майданов, ничего такого, никаких свержений власти. Зеленский должен закончить эту войну и уйти в небытие. Но нам нужно объединиться. Тем, кто хочет по-настоящему участвовать в смене этой системы, проклятой и гнилой. И вот таких супчиков вывести на чистую воду. И я хочу быть свидетелем того, как его раскроют и осудят наконец-таки. Вот что я могу сказать. Но сразу хочу вас предупредить. Будьте осторожными. Я не живу по принципу враг моего врага, мой друг. Потому что сейчас появляются некие персонажи, о которых мы поговорим, скорее всего, на следующей неделе, а может быть, еще на это я успею, которые тоже себя выставляют борцунами за Ермака. Но если посмотреть их биографию, то они появляются на авансцене только тогда, когда в Украине какой-то кипиш. Когда время созидания, они куда-то пропадают. А вот когда время для того, чтобы разного рода аферюги оказались наверху, ну, например, как Арестович и всевозможные и тому подобное подоляки, будьте внимательными одним словом. Еще раз говорю, обязательно подпишитесь на канал. Мне нужны люди, мне нужна аудитория. Вы точно не пожалеете об этом. И если друзьям всем сбросите это видео, сделайте репост, я вам буду очень сильно благодарен. Напоминаю, в телеграм-канале я этот документ выложу. Подписывайтесь. Пока.